Здравствуйте! В эфире новости Удмуртии, в студии Марина Варь. Смотрите выпуски. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Ижевск сегодня на улицах будет звучать музыка. Так празднично в преддверии праздника город проверит автоматизированную систему централизованного оповещения. Звук электросирен заменят на любимые новогодние мелодии. Услышать их горожане смогут с 10 утра до 11 на улице Пушкинской. А вот афиши новогодних каникул, места, где запускать фейерверки, покупать елки и даже расписание транспорта. Всю эту информацию столичные власти собрали на официальном сайте. Один клик, и можно выяснить, что для использования пиротехники в Ижевске определили 6 мест, например, на набережной, в парке Березовая роща или за остановкой Эльфата Закирова. Тот же список елочных базаров, отдельная вкладка движения общественного транспорта в новогодние дни, в основном по графику выходного дня, но перед поездкой лучше изучить подробно. А полицейские Удмуртии переведены на усиленный режим несения службы. Меры это традиционные, но в этом году из-за отсутствия крупных массовых мероприятий в Ижевске полицейские усилят патрулирование дворов, открытых парков и скверов. На центральную площадь не останется без внимания стражей порядка, особенно в новогоднюю ночь. Непосредственно в новогоднюю ночь для обеспечения охраны общественного порядка, безопасности дорожного движения на территории республики планируется задействовать более 500 сотрудников органов внутренних дел, более 100 народных дружинников и представителей частных охранных организаций. Также на помощь полицейским в предновогодние дни вышли волонтеры. В массовых местах раздавали листовки с информацией, предупреждениями о разных видах мошенничества, количество данных преступлений в канун праздника растет. Отмечу, что в этом году мошенники у жителей Удмуртии похитили уже около 300 миллионов рублей. Еще одна цифра от МВД. 9 тысяч пьяных граждан собрали с улиц в этом году. Вытрезвители возвращаются. Госдума приняла федеральный закон, позволяющий регионам открывать медвотрезвители и даже делать их платными, а пьяных оставлять там, не спрашивая их согласия. В Удмуртии подобные заведения работают уже пять лет. Правда, пока их услуги бесплатные и добровольные. Подробнее прямо сейчас. Это палата для мужчин. Есть и для женщин. Ночные гости уже разошлись по домам. Ежемесячно в себя тут приходят по 20 тежевчан. Пьяницы, которые ночевали здесь до 2012 года, когда это было еще вытрезвителем МВД, протрезвев, остаются под впечатлением. Вот они говорят, о, как у вас здесь классно, по сравнению с тем, что было. Ну что было? Были закрытые помещения, то есть была дверь закрытая, через окошечко с ними там разговаривали. Были какие-то страшные матрасы, которые не обрабатывали. Сегодня учреждение называется не вытрезвители, а кабинет медицинского освидетельствования. Таких в Удмуртии три. Функционируют уже пять лет. Ежегодно 9 тысяч человек определяют здесь свое состояние. Дуют в трубку, ходят по прямой, сдают анализ на наркотики. Это один из тестов на внимательность. Проверяется внимательность, надо назвать все цифры от 1 до 25. Все под наблюдением видеокамер. В этом здании их 12. На входе и в каждом кабинете. В кабинете камера. Непосредственно по процедуре медицинского освидетельствования. То есть даже если, например, суды просят подоставить видеозапись, приходит представитель суда. И только при нем мы вскрываем сервер. Привозит в кабинет медосвидетельствования полиция. Всех, кого заметила пьяными в общественном месте. С тяжелыми алкоотравлениями врачи переправляют в токсикологию. Остальным положен штраф. Обычно 500 рублей. В качестве доказательства протокол из этого кабинета. Процедура добровольная, а пребывание бесплатное. Если гражданин не согласен проверяться, никто не держит. Если у него есть сотовый телефон, обзваниваем родственников. А в случае, если он говорит, что он доедет на такси, и у него есть определенная сумма для того, чтобы заплатить за это такси, вызываем такси. С нового года система может измениться. Депутаты Госдумы приняли закон. Регионы могут открывать вытрезвители, в том числе частные, делать их услуги платными, а пьяных граждан оставлять в них без добровольного согласия. По идее, взымание платы с человека, который позволил себе добиться до того, что он не может передвигаться и оказался в общественном месте, с одной стороны, это разумно. Вопрос размера – это уже не ко мне. Но у нас ведь не все платежеспособны. Госдума предложила общий подход. Конкретные правила регионы установят сами. Как взымать плату? Кто будет охранять врачей от трезвеющих и негодующих пациентов? Будут ли открывать новые вытрезвители в республике, станет известно в новом году. Марина Баль, Юрий Зелененький, новости. 10 тысяч продуктовых наборов к новому году получат малоимущие семьи и пенсионеры в Удмуртии. Продукты доставили в республику, сформировали в индивидуальные наборы, и сегодня началась доставка. Александр Демидов расскажет. У нас есть мука, сахар, крупа, чай. Ходительские изделия в данном случае – это зефир. Ещё здесь пока что не хватает рыбной консервы и мясной консервы. Все эти продукты с большим сроком годности. В наборы их на этом складе собирают волонтёры. Работают посменно, чтобы адресаты быстрее получили продуктовые коробки. Нам сказали, что нужна наша помощь. И я считаю, что нужно помочь малоимущим людям, у которых не хватает чего-то. И я свободно занята, ну как бы свободное время, и почему бы не помочь. А долго всё вот это вот, ну длится вот всё, собирание этих коробок и прочего? Ну, поначалу, конечно же, это будет долго, можно там до 10 минут, а когда уже более-менее так поймёшь, что где как лежит, уже можно и в течение пяти, может быть, меньше минут собирать. Бесплатные продуктовые наборы – программа одного из российских ритейлеров. Республика вошла в число 23 регионов-участников. Это особенно важно для наших одиноких граждан, пенсионеров, многодетных, которые, соблюдая меры предосторожности, не могут часто посещать продуктовые магазины. По всей республике развезут 10 тысяч таких коробок. Доставку наборов обеспечит Фонд поддержки местных инициатив сообщества и Министерство труда и социальной политики региона. Продукты абсолютно бесплатно предоставятся в первую очередь неноким пожилым людям старше 65 лет с низким доходом. Второе – это семьи с детьми, находящиеся в таком, знаете, ну, социально сложной ситуации. И третья категория граждан – это будут беременные женщины. Такие социальные инициативы, будь то ритейлеры или любого другого бизнеса, мы обязательно будем поддерживать и помогать. Получатели уже известны. Доставить продуктовые наборы по адресам планируется до Нового года. Александр Демидов, Юрий Дроздов, Новости. Общественники проверили службы доставки еды в Ижевске. Из 14,5 не прошли контрольную закупку. Союз потребителей Удмуртии результатами проверки поделился в соцсетях. Общественники закупали роллы в продукции пяти компаний. При лабораторном исследовании нашли кишечную палочку. А в одной из проб показатель по мизофильным, аэробным и факультативно-анэробным микроорганизмам превышал норму в 150 раз. Две рольные отказались продавать общественникам продукцию на условиях самовывоза. Это было зачтено им как нарушение. Остальные службы доставки проверку прошли. В Удмуртию с рабочим визитом посетил заместитель министра просвещения России Виктор Басюк. Он побывал в нескольких учебных заведениях республики. А заключительным мероприятием рабочей поездки стал круглый стол по вопросам национального образования в гимназии имени Кузибая Герда. С подробностями Вероника Ваулина. Для знающих детей удмуртский язык и для незнающих. То есть у нас преемственность идёт с дошкольного учреждения. Заместитель министра просвещения России Виктор Басюк знакомится с учебниками по изучению удмуртского языка и литературы. Удмуртские учебники вошли в федеральный перечень. Работу по созданию национальной учебной литературы в Удмуртии намерены продолжать. Поэтому педагоги просят организовать обучение. «Предложение было, чтобы, может быть, на повышение квалификации нас приглашали или в Москву, или в Санкт-Петербург. Там очень сильные научные школы педагогические. Поэтому сегодня этот вопрос и для нас это проблема, потому что молодых авторов из школ приманить очень сложно. Все задаются вопросом, а кто такие авторы, где их готовят?» Курсы обязательно организуем, ответил Виктор Басюк. И Удмуртия тоже будет делиться опытом. «Есть концепция преподавания родных языков, где есть место каждому языку, который сегодня есть в стране. Но нам предстоит большая работа. И сегодня в этом плане как раз Удмуртская республика демонстрирует достаточно неплохие результаты. Это разработка рабочих программ по языкам, это разработка учебников». «Проходят занятия, начинается с третьей группы, с четырёх лет. И мы решили кабинет вот этот оформить, разделить на две зоны. Вот здесь у нас как Удмуртская изба». В республике пять лет назад утвердили закон о родных языках, согласно которому можно выбрать, какой язык изучать как родной. В гимназии Кузибая Герда из 736 детей только 10 выбрали русский, остальные – удмуртский. Задача регионального министерства образования – сохранить и развить этот тренд. «Для того, чтобы дети говорили на родном языке, чтобы мы его сохранили, необходимо, чтобы говорили в семьях. Для того, чтобы нужно организовывать какие-то конкурсы, праздники. Вот эту среду нужно сохранить в образовательных организациях». Также на встрече обсудили проблемы дистанционного образования. Виктор Басюк отметил, по национальному проекту «Цифровая экономика» до 2024 года в школы республики поступят специальные планшеты для учеников и учителей. Также будут организованы Wi-Fi-зоны. Вероника Ваулина, Юрий Зелененький. Новости. Новый рентгеновский аппарат получил «Глазов» более 6,5 миллионов рублей. На его приобретение город получил по национальному проекту «Здравоохранение». Цифровое оборудование предназначено для маленьких пациентов. Его установили в детской поликлинике на улице Дзержинского. Для этого там был отремонтирован кабинет. В больнице провели перепланировку. Установили специальные защитные двери. Смонтировали систему видеонаблюдения. Заработает кабинет после процедуры лицензирования. А в межрайонной больнице для взрослых пациентов скоро откроется и новый кабинет компьютерной томографии. Он станет вторым в клинике, что позволит увеличить количество исследований. В Удмуртии с Нового года начнут выплачивать свой материнский капитал. Сумма 250 тысяч рублей положена за рождение третьего и последующего ребенка. А потратить можно на улучшение жилищных условий. Светлана Буланова узнала подробности. Ирюша старшая дочка. Рисовала маму. Очень старалась. Сынуля тоже. Он очень любит робототехнику. Он собирает очень много лего. У нас всегда здесь много всего. Дети у Жаны Дмитриевой такие же талантливые, как и она сама. Ее танцевальная студия «Бродвей Инклюзив» известна по всей России. Оставлять работу не будет и во время декретного отпуска. Скоро у Жаны родится третий малыш. Варюшеньки, дети, они в полном ожидании того, что когда они будут нянчиться, а кто первый пойдет с ним гулять, а кто будет купать. А как это все будет происходить. То есть им очень интересно. Хорошим бонусом для семьи станет новая региональная мера поддержки. О ней Жанна узнала из социальных сетей на страничке Татьяны Чураковой. Министр рассказала, что с Нового года в Удмуртии многодетным начнут выплачивать так называемый региональный материнский капитал – 250 тысяч рублей. На первоначальный взнос по ипотеке, либо на строительство жилого дома. Очень важна как раз эта приставка строительства жилого дома. Вы помните, что все остальные меры в основном выделяются только на ипотеку. И здесь могут ее использовать только городские жители. Вот впервые у нас могут использовать эту меру и сельские жители. На единовременную выплату могут рассчитывать и приемные родители. Средства можно использовать на частичное покошение ипотечного кредита, покупку нового жилья и даже подключение жилого дома к инженерным сетям. Основное условие для получения регионального материнского капитала – многодетная семья должна нуждаться в улучшении жилищных условий. Площадь на каждого члена семьи не должна превышать 18 квадратных метров. Мы очень рады, что государство дает такую поддержку для семей, для многодетных. И я очень рада, что есть возможность эти деньги не просто взять, а вложить действительно в жилищные условия, потому что у нас квартиры и ипотеки. И для нас это очень большая поддержка на самом деле. По данным Министерства социальной политики, в 2021 году более 300 многодетных семей Удмуртии смогут получить региональный материнский капитал. Республиканская казна на эти цели выделяет 75 миллионов рублей. Светлана Буланова, Юрий Зеленьки. Новости. На этом у нас все. Удачи вам. До встречи.